Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии, в студии Марина Баль. Сегодня стартует второй день работы форума «Бизнес-мост Удмуртии». Запланированы семинары, круглые столы, скайп-диалоги и выставки по двум основным темам. Государственно-частное партнерство и внешнеэкономическая деятельность, в частности с иранскими и французскими партнерами. А накануне вопросы кооперации Удмуртия обсуждала с Санкт-Петербургом. У северной столицы большой опыт в развитии кластеров и импортозамещения. Мы сейчас обсуждаем вопрос представления Удмуртии на площадке центра импортозамещения и локализации в Санкт-Петербурге. Это коммуникационная площадка, конгрессно-выставочная, где как раз она создана для промышленной кооперации. И там уже есть ваши соседи, республика Патарстана. Я надеюсь, что в дежуре появятся в Удмуртии. И мы с помощью наших коллег из Санкт-Петербурга будем продвигать нашу продукцию и наши предприятия на регион Санкт-Петербурга, северо-западный регион. Поэтому нам очень важны эти контакты. В управлении ГИБДД начали дежурить судебные приставы. Задача не только выявлять должников, но и не допускать нечистых автосделок. На продажу зачастую выставляется арестованная техника. Светлана Буланова подробнее. Здравствуйте, служба судебных приставов. Вы являетесь должником. У вас общую сумму 4000 штраф. Штраф ЭГИ нужно оплатить в течение 5 рабочих дней. Из-за долгого регистрации автомобиля должнику отказано в госавтоинспекции сегодняшнего дня работает судебный пристав. Но если нет долгов и штрафов, работу пристава замечаешь не сразу. Они к нам не подходят напрямую, они подходят к сотрудникам. Мне передают паспорт, я смотрю по программе. Если есть должник в нашей программе, то я уже им говорю, какие реквизиты оплатить и какой у них долг. Подошел человек для совершения дистанционных действий. Мы у него берем паспорт и документы. Паспорт перейдем к судебному приставу на проверку. В ходе такой совместной работы судебных приставов из сотрудников госавтоинспекции удалось выявить 8 должников. И эта цифра только за полдня. Известие о том, что теперь в регистрационном отделении дежурит судебный пристав, водители восприняли неоднозначно. Не знаю, я штрафы свое время наплачиваю. Мне он не нужен абсолютно. Все на сайте есть. Вся информация может провериться на сайте ФССП. И ГИБД тоже сервис работает. Не знаю, все, можно там проверить. Я проверяю так. Но с одной стороны, конечно, что они сразу проверяют. Сразу могут информацию дать. Госавтоинспекции настаивают. Приставы здесь для удобства и для подстраховки самих же водителей. К сожалению, несмотря на то, что возможность проверки предоставлена и посредством сайта госавтоинспекции, и посредством сайта службы судебных приставов, ситуация, когда добросовестный покупатель, приобретая автомобиль и установленный законом 10-дневный срок, пребывая в госавтоинспекцию для регистрации, обнаруживает, что регистрационные действия запрещены, вот такая ситуация у нас не редкость. Здесь сотрудники, которые принимают документы, они информируют граждан о такой возможности. Судебный пристав проверяет, соответственно, по всем своим предоставленным базам и рекомендует в установленном законом сроку платить либо задолженность, либо подсказывает, как снять обременение с автомобиля. Очень удобный сервис. Подойдите, уточните, что это за машина, у кого ее купили. Мы проверим по нашим базам. Если эта машина является собственностью, или раньше являлась собственностью должника, либо в материалах есть уже ограничения наложены, соответственно, мы вас проконсультируем. Но если мы видим, что перед нами стоит должник, и при этом он пришел продавать машину, тем более, да, никакой продажи машины не будет. Мы это запретим тут же, если запрета еще не было. В перспективе судебные приставы должны появиться во всех регистрационных отделениях госавтоинспекции. Кстати, штрафы ГИБДД жители Удмуртии стали оплачивать прилежнее. 80% нарушителей успевает воспользоваться 50% скидкой. Светлана Буланова, Василий Хохряков, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». Бюджет устроит публичное слушание. Впервые в обсуждении проекта главного финансового документа республики примут участие жители. Накануне правительство бюджет одобрило и передало в парламент. Наряду с депутатами вникнуть в бюджетные вопросы и внести предложения могут общественники на сайте Минфина. На этой неделе обновится сервис «Бюджет для граждан». Посетители сайта смогут выяснить, какой будет региональная казна, а затем прийти на публичное слушание. Их организует госсовет. Как подчеркнул глава республики, конструктивные предложения будут учтены при подготовке окончательного варианта бюджета на 2017 год. В России введут обязательную плату за сбор и вывоз мусора. Так, с 1 января за чистоту в Удмуртии будет отвечать только одна организация. Это единый региональный оператор. Справится ли он с большим мусорным проектом и сколько будут стоить его услуги, выясняла Елена Абуховская. Это все практически бывает в мусоре. Вон там мешки, там если внутрь зайти, там вообще-то вам не лезет. А вот и люди идут и все швыряют туда. Мусорные горы в зеленых кустах – картина привычная для Хариса Абашева. Он житель частного сектора в Первомайском районе города. Со стихийными свалками на родной улице Мурмана борется давно. В частном секторе мусорных баков нет, а за вывоз ТБО платят единицы. Лучше же денег заплатить, чисто, удобно и хорошо. И вовремя вывозили бы, чтобы это. С нового года Харис Абашев, впрочем, как и все владельцы частных домов и городских квартир, будут обязаны заплатить за вывоз мусора. И это теперь закон. С 1 января отвечать за порядок и чистоту в республике будут не городские спецорганизации и хозяйства, а только единый региональный оператор, компания, сфера ответственности которой – сбор и утилизация отходов. Обязанность частных домовладельцев с 1 января 2017 года заключать договора на сбор и перевозку и утилизацию с региональным оператором или, в скобках, оператором. Если частный домовладелец не заключает данный договор, к нему променяются меры административного воздействия. Так, в новом году каждый домовладелец должен иметь на руках спецдоговор с единым оператором на вывоз мусора. Платежки за услугу придут в каждый дом или квартиру. Эта плата за коммуналку такая же обязательная, как за свет, воду и газ, объясняют в Минприроды. Что касается тарифов, больших изменений в стоимости услуги специалисты не прогнозируют. Даже если повышение будет, то совсем незначительное, уверен Александр Кокорин. Новые тарифы, которые заложены по законодательству, они обязательно предусматривают сортировку отходов, то есть обезвреживание отходов. Раньше этого не было с 1 мая, не сортированные отходы, складировать в Наполеонах запрещено. Соответственно, это какие-то мощности. Это будет тоже какой-то тариф. Может быть, он будет 5-10%, но о нем забывать нельзя. То есть, это такие маленькие небольшие предпосылки, которые могут побудить к росту тарифов. Вопрос о том, кто станет мусорным оператором в регионе, пока открыт. У правительства есть месяц на отработку этого вопроса. Елена Абуховская, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия». Пять школ республики выиграли гранты в миллион рублей. Конкурс проводился в рамках федеральной целевой программы развития образования. Проходит он уже не первый год, однако Удмуртия смогла победить в нем впервые. В списке тех, кто получил гранты, 4 ижевские школы, а также небольшая деревенская школа Сарапульского района, где учатся всего лишь полсотни учеников. Чем удивили педагоги жюри и как распорядаться грантам, узнала Оксана Худякова. Это маленькая комната – центр жизни всех 56 учеников Соколовской средней школы. И идут они сюда, как правило, с конкретными вопросами. У нас задания по окружающему миру. Животные и растения в Удмурнии, которые занесены в Красную книгу. Мы искали информацию. Но педагоги хорошо понимают, главным источником знаний для современных школьников уже давно стала не книга, а интернет. А там объем информации не сравним с книжным фондом скромной сельской библиотеки. А потому педагоги решили с начальной школы учить работать во всемирной паутине и относиться к ней как к источнику знаний, а не как к глобальной шпаргалке. Ну, например, реферат детям задается, чтобы они не просто скачивали из интернета готовую информацию, а перерабатывали ее и находили важную именно информацию. И в этом деле педагогам тоже помогли информационные технологии. В рамках школы разработали несколько специальных сетевых образовательных проектов. Мы путешествуем по городам. Дети, делая остановки в этих городах, знакомятся с их достопримечательностями и выполняют задания по предметам. Получают за это определенное количество баллов. Эта оценка идет в ней в журнал. Они получают еще и букву, которая потом складывается в слово, и получается ключевое слово, которое подскажет, где мы закончим наш маршрут. Уже не виртуальный, а самый настоящий, реальный, потому что все равно в конце ребят ждет сюрприз. У нас будет поездка. Именно эти сетевые проекты, считают педагоги, помогли их маленькой школе победить во всероссийском конкурсе и получить грант 1 миллион рублей. Сумма будет еще больше. Средства федерация выделяет на условиях софинансирования. 50 тысяч рублей уже перечислил район. Еще 300 тысяч добавит республика. На эти деньги закупят компьютеры, специальные программы для доступа к электронным библиотекам и, конечно же, книги. Оксана Ходюкова, Василий Хохряков, телеканал «Майлутмуртия». На этом у нас все. Хорошего вам дня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова